Крупнейший энергетический проект Ярославской области Хуадян-Тенинскую ТЭЦ достроят в будущем году. Эту дату руководство совместного российско-китайского предприятия озвучило на пресс-конференции. Финансирование проекта идет из Китая. Объем инвестиций составляет 20 миллиардов рублей. Подробности в сюжете Нины Свечниковой. В Ярославском районе на строительстве Хуадян-Тенинской ТЭЦ трудятся около 400 китайских рабочих. Из Китая же привезут часть оборудования, в том числе и одну из паровых турбин. Сейчас она уже в пути из Харбина. Еще две турбины будут изготовлены в Санкт-Петербурге. Исходя из того опыта, который уже есть, мы оцениваем наше сотрудничество вполне успешно. Для нас это очень важный объект, который позволит обеспечить бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией. В недавнем послании президента Владимира Путина Федеральному собранию в числе приоритетных направлений обозначено развитие сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Мы видим, как стремительно в последние десятилетия продвигается вперед Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, как Тихоокеанская держава, будет всесторонне использовать этот громадный потенциал. Хорошо известны и лидеры, локомотивы глобального экономического развития. Среди них немало наших искренних друзей и стратегических партнеров. С 1 января 2015 года в полном объеме начнет работать Евразийский экономический союз. В чем его базовые принципы? Напомню, прежде всего, это равноправие, прагматизм и взаимное уважение. Это сохранение национальной самобытности и государственного суверенитета всех стран-участностей. Убежден, что тесная кооперация станет мощным источником развития для всех участников Евразийского союза. Строительство Хуандян-Теннинской ТЭЦ – один из этапов такого сотрудничества, который реализуется при поддержке правительства Ярославской области. Это наиболее значимый и крупный объект, который включен в программу развития электроэнергетики Ярославской области. Основная задача, которая в свое время была поставлена правительству области – это снижение энергодефицитности региона, обеспечение надежного, бесперебойного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией. Все оборудование на новой ТЭЦ будет работать на газовом топливе. Использование парогазовых технологий позволит снизить на четверть расход топлива и существенно сократить выбросы в атмосферу. Запустить объект в эксплуатацию намечено в будущем году. Запланировано в 2015 году, если не будет каких-то внесено корректировок, которые связаны, может быть, с разрешениями очередными на ввод объекта. Запуск новой ТЭЦ позволит полностью покрыть потребности региона в электроэнергии и создаст около 200 новых рабочих мест. Нина Свичникова, Михаил Орлов